Здравствуйте, дорогие друзья! В сегодняшнем видео хочу вас познакомить со своим вторым каналом. И беру с этого канала видео, которые связаны с тематикой здоровья, с тематикой массажей. Потому как сейчас эта тема очень актуальна. И если мы говорим о иммунитете человека, и о том, насколько этот иммунитет будет сильным, насколько человек может перенести в той или другой степени у него будет тяжесть одного или другого заболевания. В частности, того заболевания, которое сейчас называется пандемией во всем мире. Я в определенное время работала массажистом и всегда своим клиентам рекомендовала делать самомассаж. Учиться самим делать массаж. И вот у меня на этом канале есть несколько видео, где я показываю, в частности вот сейчас, как снять быстро головную боль буквально за несколько минут. И если вы зайдете на этот мой канал, по ссылке, которую я оставлю внизу, то вы увидите, скольким людям, многим людям помогает этот массаж. Массаж, он дает движение крови, лимфе, нет застоя. Ведь сейчас, когда мы говорим все о гиподинамии, мы говорим о том, что мы мало движемся, много времени дети и взрослые проводят у компьютера. И это сказывается на нашем здоровье, сказывается на том же иммунитете. Потому что кровь от того, что она не движется, она застаивается. Лимфа плохо работает, плохо отходят шлаки с организма. Люди, в принципе, и еду едят мне всегда полезную, пьют какие-то неполезные напитки. Очень мало людям доступна хорошая питьевая вода. Людям просто не хочется пить, потому что они мало ходят, мало бегают, они не потеют, ну и так дальше. Вот я сейчас показываю, что при помощи массажа обыкновенно пальцев, рук, можно, промассажируя каждый пальчик, мы массажируем, в принципе, весь свой организм. И этим оказываем очень хорошую, ну очень хорошую пользу для нашего тела, для нашего организма, для нашего здоровья. И если какой-то вирус внедряется в организм такого человека, более здорового, более подвижного, то он, конечно, и прогрессирует намного меньше. То есть температура, заболевания тех органов, которые как раз страдают, те наиболее всего подвержены этому заболеванию. Мы слышим уже от людей на практике, на примерах, что именно если человек там страдает каменно-почечной, там болезнь, то у него почки начинают, если у него была там операция полипы, удаляли, то именно так. Там именно возобновляется вот этот процесс воспалительный. Вот, поэтому, если мы делаем себе массаж, делаем его на постоянной основе или хотя бы периодически, это бесплатно, это ничего такого сложного в этом нет. И в этих видео, я их не хочу повторять опять же на этом канале, в этих видео я подробно вот рассказываю, как можно даже снять головную боль, если вы будете массажировать большой палец руки и ноги тоже в том же числе. Хорошо растирать пальцы, делать, чтобы они были гибкими, чтобы они могли каким-то образом все-таки слушаться вас. Ну вот видите, как можно, как можно вот это все делать, не спеша, не спеша. Я, в принципе, на такие массажи кремы не применяю. Я люблю, чтобы не скользило по руке, я люблю, чтобы было сдвигалось все хорошенько и все хорошо разрабатывалось. Вот еще, кто говорит, Амосов, по-моему, говорил, что все суставы у нас в течение дня должны сгибаться, разгибаться до 50 раз. И, конечно же, если вы долго сидите у компьютера, если у вас отекает шея, рука болит, особенно когда вы держите там мышку, вы можете сделать вот такой самостоятельный массаж шеи, шею впереди, сзади. Я здесь только показываю выдержки этих видео. Если вы посмотрите полностью, вы увидите, что и самое главное, не только посмотрите, но еще и сделаете, то, естественно, вы увидите, какая польза от таких самомассажей. Конечно, кроме этого, я тут еще, мы недавно получили посылку, хотела показать, что, не нужно показать, вы сами знаете, что кроме всего этого, нужно, конечно, еще и употреблять витамины. Витамины, которые нужны сейчас, это цинк, это витамины, вот мы купили витамины Д и Е. Здесь полностью весь комплекс витаминов, значит, витамин С, Д, Е, К, В, тут В12, В6, вот, и все минералы, которые нам необходимы для организма. Поэтому в этот период не нужно забывать о том, чтобы как-то подкорнить свой иммунитет, усилить его, именно дать ему питание. Очень рекомендуют, ну, вот видите, повороты шеи, это тоже очень хорошо. Вот. Я вам скажу, что, если вы будете постоянно этим заниматься, вы увидите, насколько вы, невзирая на то, какой у вас возраст, вы улучшите свое здоровье. Я вот это вот всегда стремлюсь к тому, чтобы вот это вот была шея подлиннее. Потому что, ну, естественно, естественно, конечно, если у вас есть кому сделать массаж или кто-то вам может сделать, это еще лучше. Потому что, ну, это еще какой-то кайф, взаимоотношения, взаимообмен энергией, это просто здорово. Да, и хочу сказать еще о очень большом значении цинка, который нужен для организма. Именно когда у человека недостаточно в организме этого минерала, то даже невзирая на этот ковид, даже просто человек теряет вкусовые качества и нюховые. Поэтому цинк очень незаменим. Очень заменим. Ну, да. Он, фу, он как-то, конечно, какой запах. Ну, слава Богу, что у меня этот запах еще существует. Потом нужна омега. Конечно, неплохо бы еще селен. Но если вы будете принимать витамины, комплексные витамины, и будете вот так вот массажировать себя, чтобы это еще все же двигалось по организму. Ну, вот видите, как приятно. Я делаю уже массаж головы. Да, и смотрите, очень хорошо делать массаж еще другими какими-то там приборами. Сейчас очень актуально и сейчас очень популярный вот такой массаж, баночный массаж. А на протяжении очень многих-многих лет массажировала людей, делала им такой массаж. Ну, и все. Делайте массаж, работайте над собой. Вкусно кушать. И будет вам счастье.